Этим роликом мы с вами открываем подготовку к новому виноградному сезону и поговорим о защите виноградных лоз от болезней. Разберем схемы обработок винограда, поговорим о некоторых препаратах, дозировках. Ну и конечно расскажу, что мы выбрали на этот год и как мы планируем защищать наш виноград. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградовству и виноделию. Меня зовут Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. И как всегда в начале маленькое вступление. Прежде чем мы начнем говорить о конкретных болезнях, о конкретных препаратах, нам надо понимать некоторые вещи. Первое. Болезнь проще предупредить, чем излечить. Второе. 100% устойчивых сортов не бывает. И здесь я должна немножко пояснить, потому что сейчас у кого-то уже ручки потянутся писать комментарии, что что ты такое несешь, а вот у меня растет и не болеет. Бывают сорта с повышенной устойчивостью. Но даже у самого-самого устойчивого сорта могут сложиться такие условия, когда он заболеет. Могут и не сложиться. И если вы столкнулись с такой ситуацией, что, например, у вашего соседа виноград не болел, вы посмотрели, о, классный виноград, поделись. Он с вами поделился, а у вас этот виноград заболел, то сосед в этом не виноват. Просто у него одни условия, у вас другие. И это важно понимать. Следующий важный момент. Это ни один препарат, ни одна схема обработок не работают на 100%. Это все описано в научных исследованиях. Считается нормальным, если эффективность препарата 80-90%. Вот это вот классно. Но все равно остается небольшой процент заболеваемости и повреждения винограда. Да, это есть. И вот это надо принять как аксиому. И последний важный момент. На заболеваемость лоз будут влиять не только обработки, но еще и условия окружающей среды. Климатические условия. Так, например, схемы, которые применяем мы, могут не подойти для более южных регионов, потому что там может быть более широкий спектр заболеваний. Они будут развиваться по-другому. И там может понадобиться больше обработок. В более северных регионах, наоборот, может понадобиться меньше. То есть климатические условия, погодные условия. Бывают годы, когда можно даже ничего не обрабатывать, и все хорошо, а бывает наоборот. И вообще условия выращивания ваших виноградных лоз, то, как вы за ними ухаживаете, то, как вы обеспечиваете иммунитет, что их окружает. То есть большое-большое количество факторов. Об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Не так давно нашла очень интересную статью, но отвлеклись. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Но еще раз повторю, что в разных регионах, в разных климатических условиях схемы могут немножко отличаться. Ну и теперь переходим к конкретным заболеваниям и конкретным схемам, системам защиты. Итак, в нашем регионе, конкретно в Белоруссии, и в принципе в средней полосе, у нас две основные болезни винограда. Это аидиум, либо истинная мучнистая роса. Чаще всего мы с ней сталкиваемся ближе к осени. Она поражает стебли. Бывает иногда на листьях серым налетом. Но в неблагоприятные годы, если мы не досмотрим, то аидиум может быть на ягодах. Фотографии, как все это выглядит у нас здесь. Второе заболевание – это ложная мучнистая роса, либо мельдию. Вот так он выглядит. Иногда мельдию тоже может поражать ягоды. Мы, правда, один раз только в своей практике видели на таком неустойчивом сорте как тасон. Вот он у нас подхватил мельдию на ягодах. А так в основном поражаются листья. И вот так вот это выглядит – белый пушок с обратной стороны листа. И третья болезнь, которая на самом деле на разных виноградниках чувствует себя по-разному – это серая гниль. Чаще всего серая гниль появляется в теплицах и поражает ягоды. В открытом грунте часто у нас спрашивают, то как вы боретесь с гнилими, мы с ними не боремся. В открытом грунте они у нас единичны, и поэтому никакой дополнительной защиты мы не проводим. Но, опять же, на некоторых виноградниках гнили могут сильно себя проявлять. Плюс бывают, опять же, неблагоприятные годы. Вот два года назад, когда у нас осень наступила, очень рано, у нас была такая очень холодная она же у кого-то в начале сентября, и заморозки схватили. Так вот, на некоторых концах молодых лоз была серая гниль. Вот она может поражать и лозы, в том числе, ну, как правило, самый молодой прирост. То есть такое тоже может быть в неблагоприятные годы. И еще в нашем регионе может быть белая гниль. Но белая гниль у нас может появляться в результате градобоев. В обычном нормальном году, в нормальных условиях она у нас не появляется. Конечно, существует еще огромный список заболеваний винограда, но мы их не касаемся, потому что у нас их не бывает. И те препараты, которые мы используем, в принципе, они так или иначе работают не только в том медиаидеум, но и от большого спектра других заболеваний. Теперь конкретно по схемам. Значит, смотрите, схемы могут быть разные в зависимости от региона, в зависимости, кто на что гораст, в зависимости от препаратов. Схема обработок, которой пользуемся мы, она не является вот прям единственной правильной. Вы сами для себя решаете применять или не применять. У нас она работает, но всегда надо смотреть на окружающие условия. Смотрите, в зависимости от препаратов, что здесь важно. Препараты системные, которые проникают внутрь растения, как правило, от аидиума это 4 обработки, от медиума это 3 обработки. Если препараты контактные, которые только попадают на поверхность растений и не проникают внутрь, и уж тем более не передвигаются за точки роста, то там обработок может понадобиться гораздо больше. У некоторых препаратов прямо в схемах прописано 6 обработок. То есть понимаете, что схема будет зависеть от выбранного препарата. И еще, если мы используем биологические препараты, то там вообще обрабатывать надо будет часто и очень часто. Особенно в период пика заболеваний в нашем регионе, так как правило ближе к созреванию ягодой. Бывает в это время часто идут дожди. Особенно если идут дожди, то там биологические препараты чуть ли не каждый день вам придется использовать. Но если для вас это подходит, для вас это удобно, то вы считаете, что вам надо виноград растить в таких условиях. Это ваш выбор. И это абсолютно нормально. Теперь касаемо препаратов. Я потом назову, что купили мы, что будем использовать мы. Но вам в помощь покажу одну табличку. Как всегда, я снимала с компьютера, по-другому не умею. Значит, смотрите, вот такая табличка. И вот ее заголовок. Руководство в борьбе с вредителями. Вот здесь видите. Корнелл инвестии. Вы спокойно вот эту табличку, этот документ можете найти в собственном доступе в интернете. И смотрите, первая часть этой таблички это риски развития устойчивости к тем или иным препаратам. Риски такие есть. И вот здесь по каждому препарату они прописаны. Вот H означает высокое. Вот сразу видим, да, препарат Quadris высокий риск развития устойчивости. Мы потом поговорим, как с этим бороться. То есть вот можно смотреть, да, и можно немножко этим руководствоваться. Смотрите, что интересно. Вот, опять же, медные препараты, да, они надо часто пользоваться, контактные препараты. Low, низкая вероятность развития устойчивости. То же самое будет и к препаратам серы. Вот сера различная формуляция, низкая. Но пользоваться этими препаратами не совсем удобно. Чуть-чуть про них поговорим. Дальше вот примечания различные, да, можно почитать. Табличка очень удобная и очень рекомендую. А теперь смотрите эффективность фунгицинов в контроле виноградных заболеваний. И вот вам, пожалуйста, препараты. И мы видим против чего они работают. вот смотрите опять же вот самый первый квадрис в муапсис черная пятнистость. Ну, два плюсика это так себе среднее. Но черная гниль нельзя, а эти по четыре плюсика. Ну, против серой гнили работает слабо. Значит, надо еще кто-то от серой гнили. Дальше вот смотрим вот этот препарат тоже о нем сегодня немножко поговорим. пристин у нас он называется Белис. И у нас он продается как, по-моему, от аидиума. На самом деле он работает от мильзю, от аидиума и от гнили. Ну, дальше, пожалуйста, смотрим, смотрим, смотрим. На что хочу обратить ваше внимание. Вот на эту строчку монопосфат калия. Калия часто по осени всплывает такая информация, что вот когда мы опрыскиваем виноград монофосфатом, мы помогаем не только ему вызреть, но и вот прям очень классно защищаем от заболеваний. Даже в прошлом сезоне мне попался ролик случайно, где показывали такую обработку, там, правда, половина листьев была сожжена такой сильной дозировкой, говорила, что ай, какой я молодец, я вот обработал и у меня болезни нет. Ну, так листья в половину сжег, листья все-таки нужны винограду, но смотрите, от чего он работает, всего лишь два плюсика, отойдем, два, не три, не четыре. То есть, ну, эффективность на уровне никакой, поэтому считать монофосфат калия как препарат для защиты растений не совсем корректно. Медь, конечно, тоже, видите, эффективность чуть-чуть против аэдема, но против мидиа все-таки три плюсика. Ну, дальше куча-куча-куча препаратов, пожалуйста, вот вам список, да, берем его, выписываем, идем в магазин, смотрим, что у нас есть в продаже, практически все препараты, которые у нас есть в продаже, они здесь так или иначе описаны, поэтому такая очень полезная табличка. Препараты я вам показала, где смотреть, и в инструкции каждому препарату будут и дозировки, будут и схемы, сколько раз надо обрабатывать, примерно стандартно. Если мы говорим о системных препаратах, у нас требуются три обработки от мельзиум и четыре обработки от аидиума. Большинство компаний, которые производят эти препараты, они рекомендуют начинать обработки перед цветением. но что нам важно понимать? Условия, в которых находится наша виноградная лоза. Если в прошлом сезоне она сильно болела, она ушла на зиму не очень здоровой, значит, есть смысл начать обработки раньше. Примерно на уровне пятого, может быть, шестого листа, когда у нас уже есть определенная листовая масса, есть смысл провести обработку против аидиума, если он у нас был в предыдущем сезоне, и точно так же против серой гнии, если она у нас была в прошлом сезоне. Схематично все наши обработки выглядят вот так. Темно-зелеными вертикальными линиями обозначены обязательные обработки, красные, светло-зеленые, это то, что у нас может смещаться. Итак, повторяем, примерно на уровне пятого, шестого листа. В случае, если в прошлом сезоне у нас виноградник болел, если он на зиму ушел не совсем здорово, значит, мы проводим обработки. От аидиума, если было аидиума, от гнили, если были гнили. От всего вместе, если было все вместе. Используем препараты профилактического действия, используем препараты лечебного действия, можно искореняющего. Все зависит от того, какие препараты у вас есть. Еще я в схеме этого не указала, но если у нас в это время стояла холодная погода, можно еще обработать от антракноза. При этом можно вообще обойтись одним препаратом иммуно-транквилити. Он работает и от аидиума, и от гнили, от серой гнили, и в том числе от антракноза. Но если у нас в прошлом сезоне все было хорошо, виноградник был здоровый, а в этом холодная весна, неприятная, тогда достаточно только обработки от антракноза каким-нибудь местьсодержащим препаратом. Например, амбигопик, например, азофос, например, бордосская смесь, все, что у вас под руками. Дальше основные обработки мы начинаем перед цветением. Обрабатываем от медиум, от аидиума. Я везде прописала от гнили по необходимости, потому что в нашем регионе, точнее, на нашем участке проблем с гнилими особо нет. Но если у вас они есть, значит, мы работаем и от гнилий. Повторю, что есть один препарат и от аидиума и от гнилий Эцелона Транквилити. Есть еще и другие препараты. Я вам показывала табличку, где можно посмотреть, против чего работает тот или иной препарат. И смотрите, здесь мы везде можем использовать профилактические препараты. Можем использовать и препараты лечебного действия. Ну, препараты лечебного действия, искореняющего, они, как правило, имеют долгий срок перед сбором урожая и вот здесь вначале мы их смело можем использовать, а вот здесь надо уже смотреть. Укладываем телемо по срокам. То есть в норме профилактические препараты, но если у вас есть более серьезные, можно использовать более серьезные, соблюдая сроки. Либо еще будет наговорка, когда нам имеет смысл использовать, скажем, там более жесткие препараты. Итак, перед цветением обработали интервал 10-14. Но смотрите, может случиться так, что мы этот интервал не выдерживаем. По любой причине. Уехали в командировку, в отпуск, шли дожди, не было возможности обработать и появились первые признаки заболевания. Если появились первые признаки, препараты профилактического действия нам уже не помогут. Нам надо лечебные. Вот на это имеет смысл обратить внимание. Если вы это понимаете, тогда схема работает. Если же мы у нас появились первые признаки заболевания, а мы обрабатываем профилактическими препаратами, потом говорим, схема не сработала. Ну, так она не сработает. С этим разобрались. Порум у нас три от Миндзю, четыре от Аидзю. Раз, два, три. Посчитали. Если у нас здесь не было обработки, мы проводим здесь обработку. И обязательно учитываем сроки до сбора урожая. Потому что здесь у нас может остаться срок небольшой. Поэтому смотрим, как мы укладываемся и обязательно выбираем препарат, который у нас укладывается в срок. Какие здесь могут быть нюансы? Мы с вами отработали вот эту схему. Я бы вот эту схему. Мы молодцы, можем расслабиться. В большинстве случаев да. Но может случиться так, что придут какие-то немного приятные погодные условия. Например, дожди. Либо холодные дожди, либо дожди и жара. Все это способствует развитию заболеваний. Да, мы провели защиту. Но защита, к сожалению, не вечно. Если мы понимаем, что у нас вот здесь есть еще запас до сбора урожая, и мы с вами четко понимаем, что совсем погода немного приятная, можно провести еще одну обработку. Но уже поменяв препараты, чуть позже мы будем говорить о смене препаратов. Это выходит за рамки стандартной схемы, но в какой-то год это может понадобиться. Либо мы увидели первые признаки заболевания. И тогда тоже мы можем что-то сделать, если у нас позволяют сроки до созревания ягод. Хотя в любом случае мы можем что-то сделать. В конце концов у нас от мильдиум есть термофильный чай, и от аидиум у нас есть препараты серые. Единственное, что препараты серые они работают когда тепло, если холодно, то они не помогут. Нюансы могут быть, если они будут в сезоне, будем еще отдельно об этом разговаривать. И еще, допустим, все у нас хорошо, опять же, мы отработали эту схему, либо эту схему где-то вот здесь вот сняли урожай, скушали, но опять же, пришла осень, могут пойти гнили, может пойти аидиум, в принципе может пойти, но как правило у нас в это время идет аидиум гнили. С мелью шибко проблем нет, но если мы видим, что наши лозы поражаются заболеваниями, то есть смысл перед зимовкой провести вот здесь важно даже может быть не лечебно, а искореняющими препаратами, жесткими. Нам уже не надо думать на каких сроках. Они могут быть любыми. Все, здесь виноград уходит на зимовку, поэтому какими-то жесткими препаратами здесь имеет смысл поработать, но важно, что у нас в это время должен быть лист, который впитает препарат и температура как правило выше 10 градусов. Есть препараты, которые работают при более низких температурах, но их не так много. При температуре 10 градусов работает лист, ему легко в препарат впитать, препарату легко по листу попередвигаться, проникнуть внутрь и провести борьбу. Тогда у нас на зиму уходит хорошая здоровая лоза, но опять же мы смотрим, если у нас есть возможности на это. Бывает так, мы видим, да, идет заболевание, но стоит холод, стоит дожди и обработать мы не можем. значит, будем работать вот здесь следующей весной. Теперь поговорим о вероятности развития устойчивости вот этих заболеваний к нашим обработкам. Поговорим о том, нужно ли менять препараты, но затем уже расскажу нашу конкретную схему на этот год. Значит, смотрите, как правило, производитель все-таки дает какие-то рекомендации и на сайте производителей это можно прочитать. С одной стороны, они указывают схему, например, 4 обработки, с другой стороны, пишут, что рекомендуется не более 1-2 обработок за сезон. Чаще всего об развитии устойчивости говорят при использовании препаратов из группы стробулеринов. Это строби, это квадрис и это же будет белис. Хотя по белису тоже сейчас оговорюсь. Все-таки рекомендуют не более 1-2 обработок за сезон. Либо если в этом сезоне мы отработали по схеме, 3-4 обработки, то в следующем сезоне мы уже этот препарат не используем. Потому что иначе разобьется устойчивость и потом мы говорим, а схема не работает. Странно, чего бы ей работать. Это ровно как с людьми с антибиотиками. Если мы их применяем неправильно, то возникает устойчивость, и потом не врач плохой, который вам мытье лекарства выписан или лекарства плохие. Вы просто их неправильно применяете. Так вот, если мы используем препараты из этой группы, тогда нам есть смысл чередовать их с другими препаратами. Смотрите, как пример. Первая обработка по пятому листу мы используем фалькон. Потом мы берем квадрис перед цветением, который у нас работает, и по мильдии, и по аидии. Обработали после цветения, опять мы взяли квадрис, и потом последнюю обработку мы берем, ну, к примеру, фалькон нам уже не пойдет, да, луну берем. Луна нам удобнее, потому что она работает и против аидии, и против гнили. да, и какой-то препарат от мильдии, например, Орвега. И это будет последняя обработка. Все, как раз мы от всей устойчивости уходим, мы препараты чередуем, либо мы можем даже не использовать фалькон. Первый обрабатываем луной, чтобы не покупать много препаратов, потому что когда мы покупаем много препаратов, ну, это деньги. Чем больше баночек мы покупаем, тем для нас дороже. То есть, например, обработали луной два раза квадрисом и последний раз луной и Орвега. Ну, к примеру, все, мы схему закончили, отработали. Либо вместо квадриса у нас может быть Белис, тоже, вот я вам показывала в табличке этот препарат, Престин, и по нему есть очень разные данные. Одни источники пишут, что при правильной схеме применения, которая прописана на сайте производителя, это, по-моему, как раз-таки три или четыре обработки, все нормально, никакой устойчивости не развивается. Тем не менее, вот, американская статья, которая говорит о том, что у них на многих участках уже к этому препарату устойчивость развилась, и рекомендуют его применять не более одного-двух раз за сезон. Видите, данные разнятся, и вы сами для себя принимаете решение, нужен вам этот препарат для использования, либо не нужен. Я в таком случае всегда как бы смотрю на худшую сторону, да, на более пессимистичную. Если рекомендуют один-два раза, значит, мы будем использовать один-два раза. Ну, раз мы уже заговорили про Беллис, работают от всего, от мельдио, от аидиума и от ганилий, но от ганилий в меньшей степени. 10 дней до сбора урожая, ну, американцы дают 14, но все равно срок очень небольшой, что крайне удобно, особенно в неблагоприятный сезон. Но какой тут может быть минус, он для некоторых сортов может быть фитотоксичен. Производитель говорит о том, что он фитотоксичен для сортов Нуаре и Конкорд. Что такое фитотоксичность? То есть, он отравляет это растение и действует негативно, там жжет листы и все остальное. Ну, понимаете, они же испытывали не на всех сортах, которые есть в нашей коллекции, да, а на своих каких-то виноградниках. поэтому может какой-то из ваших кустов и сортов пострадать. Имейте это в виду. Обещала пару слов сказать про такой препарат, как Топсин-М. Выпускается в двух формах, в порошке и в эмульсии. Чем он хорош? Вообще, он работает от аэдюма и от гнили, и хотя не совсем рекомендуют его использовать в схемах обработок, но Топсин очень хорош при повреждениях. Рекомендую для деревьев использовать после обрезки, но для винограда он ценен, если вдруг к нам пришел градовой, потому что он не только защищает от проникновения и развития белой гнили, а после града очень сильно она может пойти и сильно уменьшить наш урожай, но еще есть данные о том, что Топсин помогает заживлению ран. А это в наших условиях очень ценно. Также его могут использовать как протравитель черенков при дозировке 20 грамм на 10 литров. Не нашла сколько вымачивать, но я думаю, что обмакнуть, достать и этого будет достаточно. Еще у него достаточно демократичная цена, поэтому имеет смысл его скажем так иметь в своей аптечке. Теперь какую схему будем использовать конкретно мы на нашем участке. Два основных препарата Луна Транквилити против Аидиума и против Гнили. Да, так удобно. И препарат Орвега против Мильдиум. Поскольку у нас прошлый сезон был хороший и замечательный, то начнем обработки мы перед цветением. Дальше, как я уже говорила, с кратностью 10-14 дней, будем проводить обработки последующие. опять же, там будем смотреть, как мы будем успевать, какие будут условия. Как раз по срокам мы должны хорошо уложиться даже и последнюю обработку Луна Транквилити, 21 день до созревания урожая. По календарю примерно все должно быть хорошо. Но смотрите, мы не знаем, какие будут погодные условия. Мы не знаем, как, что будет. Поэтому на всякий случай мы еще взяли Белис. Напоминаю, 10-14 дней против Мильди, против Эдима. Если мы в конце наших обработок видим, что у нас плохая погода, что у нас возможно развитие заболеваний, то возможно мы применим еще одну обработку, уже на этот раз Белисом. Во-первых, короткий срок, во-вторых, эти препараты свои обработали, мы препарат поменяли. То есть на всякий случай мы его взяли. Также на всякий случай взяли Топсин, ну просто чтобы он у нас был. Очень надеемся, что он нам не понадобится, но как говорится, если зонтик взял с собой, то чаще всего дождь не идет, поэтому пусть лучше полежит. И еще смотрите, если мы по схеме отработали, я вам сказала, что мы для себя взяли еще подстраховочный препарат. Если у вас этого препарата нет, либо мы понимаем, что мы приближаемся к периоду созревания ягод, не хотим дальше использовать химию, что можно делать. Против мельди шикарно работает термофильный чай, даже если растение уже заболело, в течение двух часов видна эффективность. Что такое термофильный чай, как его готовить, я вам ссылку на ролик оставлю, эффективность там тоже показана, но у него к сожалению есть один нюанс, во-первых, его надо несколько дней готовить, во-вторых, если часто проходит дожди, то ему надо часто обрабатывать. У нас два участка, у нас маленький ребенок, у нас просто нет на это времени. Если вы несколько свободнее, то средство замечательное. Против аидиума хорошее средство это препараты серы типа ПФК Лерос. Тоже препарат очень бюджетный, пол-литровая баночка на сегодняшний день стоит, по-моему, порядка 7-8 белорусских рублей, дозировка 60 грамм на 10 литров, то есть хватает на очень много. Но есть нюанс, он работает когда тепло, когда выше 20 градусов. Если у нас вдруг так случится, что август будет холодным, но бывает такой дождливым, то нам по ФК Лерос не поможет никак. Поэтому на всякий случай вот мы и взяли подстраховочный препарат. Еще по дозировкам. Смотрите, лучше всего смотреть все дозировки всех препаратов на сайте производителей либо в инструкции. Это будут самые верные и самые точные данные. Но часто бывает, что это указывается в литрах либо в граммах на гектар с еще каким-то расходом. Есть простая схема пересчета, есть сложная схема пересчета. Например, если указано в инструкции 0,8,1,2 литра на гектар, это 8,10 мл на 10 литров. Есть там вот пересчет расходов, сложная схема, почему мы ей не пользуемся. Смотрите, плотность посадки разная и объем листовой массы он тоже разный. Как мы можем рассчитать на сотку, если у меня на сотке 2 куста, а у вас на сотке 10 кустов и вам допустим 10 литров может не хватить для обработки ваших лос, а я не буду знать, я уже облила с одной стороны лист с другой, с третьей, и куда мне тросфор дальше надевать. Мне же как бы его надо. Поэтому мы пользуемся упрощенной схемой. Чтобы было удобно, на экране я прописываю, как это рассчитать. То есть, если 0,8 литра на гектар, это 8 миллилитров на 10 литров. И мы опрыскив до полного смачивания. Не надо, чтобы текло ручьем. Просто нормально полностью смочили лист с двух сторон и этого будет вполне достаточно. И последний, самый важный момент, который я чуть не упустила. Покупайте качественные препараты и опасайтесь подделок. Покупайте в проверенных местах. Проверяйте производителя. Проверяйте фасовщик. Проверяйте в том числе и название препаратов. Вот есть такой препарат Инфинито. А на рынке он продается как Инфинити. И что там насыпано, никто не знает. Может, поможет, а может, не поможет. Как повезет. И если вы купили вот такие подделки, то опять же это не наша схема не работает. Вы купили некачественные препараты. Два года назад я снимала ролик по подделкам, говорила, на что обращать внимание. И в описании этого видео оставлю ссылку, обязательно посмотрите, потому что это очень важно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю нам всем хорошего сезона. Желаю здоровья вам и вашим лозам. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще будут ссылки на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.